Это новости в форуме. С вами Анна Чижелита. Добрый вечер. Генеральный штаб вооруженных сил Беларуси проведет проверку органов управления территориальной обороны Минска. Цель – оценить уровень подготовки, эффективность работы должностных лиц администрации и военных комиссариатов, а также проводимую работу по вопросам организации народного ополчения столицы. Офицерский бал прошел в Бресте. Военнослужащие в парадной форме и дамы в платьях вальсировали в фойе Академического театра драмы. Идея праздника – объединить в союз партнеров разных профессий. Танцевальные пары образовывали неженатые офицеры и незамужние девушки. Как отметил военный комиссар Брестской области, традиция офицерских балов идет и с давних времен. И сегодня мы снова возрождаем ее. В Брестской десантно-штурмовой бригаде прошла военно-патриотическая игра «Призывник-2024». Участие приняли около 200 школьников из 32 учреждений образования города. Они состязались в стрельбе из пневматического оружия, в военно-спортивных конкурсах, демонстрировали знания в интеллектуальной викторине. На днях стартует очередное крупномасштабное учение НАТО. На этот раз маневры развернутся сразу на территории десятков стран. Координирует тренировку Альянса Европейское командование США. Будут задействованы военнослужащие армии, военно-морского флота, корпуса морской пехоты, военно-воздушные и космические силы США. По словам Вашингтона, эти учения подчеркнут мощь Америки наряду с союзниками. Продлятся маневры до июня. Они станут дополнением к учениям State Fast Defender 2024, которые сейчас проходят в странах Европы. Это были новости в форуме. Смотрите нас завтра на YouTube-канале ВНТВ Беларуси, медиаплатформе Яндекс.Дзен, в наших социальных сетях и мессенджере Телеграм. До встречи.